Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня особенное перо из поп-совы. Нашел в магазине плавленый сыр со вкусом креветки. Их состав вроде неплохой, и вкус такой. Напоминает легкий отдаленный рыбный какой-то привкус такой. Это подходит мне для моего блюда. Сегодня у нас по плану осьминожки. Вот такие вот симпатичные маленькие осьминожки, которые продаются в заморозке. Повсюду, но не повсюду. Как оказалось, в крупных сетевых супермаркетах, в заморозке их найти можно без проблем. Стоит недорого, 600 рублей килограмм примерно. Давайте начнем с гарнира к осьминожкам. У меня на гарнир сегодня будет картофельное ризотто. Вот как бы странно это ни звучало, это как с тартарами. В ресторанной... Да, рецепт ресторанный, сразу. Для тех, кто уже просит с прошлого года. Рецепт ресторанный. В ресторанах всегда мы подходим очень креативно к созданию меню. И поэтому ризотто от слова рис, рисо, рисо, оно, конечно, уже трансформировано. И ризотто может быть из риса. Там уже начинается перлотто из перловки. Но здесь картотто не назовешь из картошки, поэтому называем ризотто из картофеля. Это для простоты. Я взял терочку и, то есть, понимая, что процессы идут, что нарезать очень долго, берем вот так и режем просто мелким кубиком таким, мелкими кусочками, чтобы ризотто было похоже на ризотто. Это не жареная картошка с грибами, русская, это мелкие-мелкие-мелкие кусочки картофеля, которые готовятся по технологии ризотто, ну и как бы напоминают, что как будто издалека это такой рис. Обманчивая такая штучка из ресторанного мира. Для того, чтобы картофельное ризотто было не просто какого-то непонятного цвета, а чтобы там были красивые вкрапления, одно из самых простых решений для этого – морковь. Небольшое количество моркови. То же самое делаем. Стараемся резать ровно и потоньше. Как только все получилось, перекладываем и режем так же кубиком. Напоминаю, не искребите лезвием по доске, когда соскребаете овощи, передвигаете их на другую сторону. Переворачивайте нож, переворачивайте, чтобы он вам служил дольше верой и правдой. Лук от Семенидук. Чем тоньше, тем лучше. Потому что нам, по сути, нужен кубик. Тоненький-маленький кубик по объему. Ну, моркови может быть чуть меньше, потому что она у нас для украшения, ну, для цветового, так скажем, орнамента в блюде. Лука должно быть примерно как картошки. Картошка не так сильно ужаривается. А лука, поэтому, по объему должно быть одинаково. Он все равно потом начнет намекать на то, что он исчезает, исчезает, ужаривается, уваривается, упаривается и все-все. Оливковое масло. Морковка самая твердая, но она у нас пойдет чуть позже. Несмотря на то, что она самая твердая, должна идти раньше. Разогреваем сковородочку. Значит, вино по всей классике жанра, которое должно быть там, я его, ну, не буду здесь использовать. Я просто добавлю каплю уксуса, потому что у меня нет открытой бутылки вина. Из-за какой-то ерунды, типа из-за ризотто, я целую бутылку открывать не буду. Если у вас есть в семье, кто вам поможет с этим делом, когда вы будете готовить это, тогда, конечно, без всяких проблем, без всяких вообще нюансов, вы можете спокойно, я каплю уксуса для кислот... А, не, вообще лимон добавлю. Что я мучаюсь, вот стою, вот же у меня лимон шикарный. Здесь главное, что, не переборщить с цветом. У нас картошка не должна быть какого-то такого зажаристого, брутального цвета. Она должна быть у нас светлая. И начинаем поджаривать, слегка помешивая. Обжариваем очень деликатно. Стараемся, чтобы картошка не прижаривалась. То есть ее нужно тщательно помешивать. В картофеле много крахмала, как и в рисе. И она прекрасно затягивает тот соус, который мы планируем из нее сделать. Теперь пора добавлять сюда морковку. То есть слегка обжарили. Опа! Добавляем морковку. Значит, лимон добавим позже, чтобы потом не было комментов, типа истерии. Василий, лимон добавил! Да картошка же не сварится никогда! Я помню эти комменты к супу, к щам со свининой с кислым. Кто ж так варит? Какой же ты повар! Блин, я такой за голову! Мамма миа! Всю жизнь так варю! Картошка варится! Отлично! Все супер! Нет! Нет, делаю неправильно! Так, воду чуть-чуть льем. Перец. Значит, небольшое количество молока. И убираем огонь на минимум. Учтите, маленькие кубики картошки варятся довольно быстро. Картофельное ризотто, как и любое другое, должно быть сливочное. Поэтому подлили молоко, томим и помешиваем всегда, для того, чтобы крахмал выходил. Соль. И две ниточки шафрана. Настоящего. Давайте 3-4. Вот, 4. Они для вкуса, для легкого аромата. Говорить о том, что они там что-то покрасят, не уверен. Не обгоняй. Если нет, обычно, вот такого настоящего шафрана из крокуса, который добывается, да, берете эмеритинский, там, или, например, вы могли около, кто-то вот мог около администрации города летом надергать этих цветков, насушить. Сделать эмеритинский шафран, который называется почему-то шафран, но растет на газоне около администрации в любом городе. Можете этот эмеритинский кипяточком залить, настоять чуть-чуть и потом эту водичку сюда влить. Я пока отставил, но добавляю ворчестер, вустерский соус, ворчестер, там называют его все по-разному, пару капель, опять же, для пикантности. И, так как он темный, не вздумайте лить много иначе, потемнеет вся эта штука ваша. Красивый аризотт. О, шикарно, шикарно. То есть, главная составляющая и главная цель картофельного ризотто в чем? Сделать так, чтобы картошка не была похожа на деревенскую брутальную еду. Она должна быть гламурно-нежной, ароматной, сливочной, как ризотто, как итальянский ризотто. Так, с осьминогами, вот смотрите, много чеснока должно быть. Сказал я, я режу всего три зубчика. Можно сразу же сюда оливковое масло. Обязательно. И так, довольно прилично. Сразу подготовить горелочку надо, чтобы она у нас поджигала и взрывалась. Нагревается масло, сейчас будет фейерверк волшебства. Учтите, придется потом плиту мыть. Все, потому что это... Я бы даже чуть-чуть подсушил. Так, приготовились. Чесночком ароматизируем. Это бросаем. Вот так. Потом этим чесночком добиваем. Этим воспламеняем. Все, вкус жареного. Вкус жареного должен быть. Дальше они выделяют воду, и вы будете говорить, да, вот они выделили воду, ну что это такое, да. Да, так и происходит. Ни один морепродукт не жарится у вас. А в Италии и во Франции на побережье на лазурном жарится. Почему? Потому что выловили его пару часов назад. Он не был замороженный. Поэтому там мы к нему предъявляем претензии. Типа, что это такое? Здесь какие претензии, друзья? На максималках жарим, е-мое. Водица бежит. Получается симпатичные. Если их поставить на доску, то даже и не видно бывает. Может быть, даже не видно, что за такой цвет. Я всегда так. В зависимости от поставщика, в зависимости от продукта. Ну, как бы их можно еще подержать немножко. Мы рискуем сильно их уменьшить, но они пока жестковатые. Капля соевого соуса, одна столовая ложка. Оп. Сделает их вкусными. Чуть-чуть еще добавлю. Резиновым осьминог бывает в двух случаях. Если его совсем быстро пожарили, да? Это не креветка. У него там другая мышечная ткань. И второй случай, когда осьминог остывает. Даже хороший, большой, вареный 40 минут, час осьминог при остывании становится деревянным. Потом разогреваешь его, он становится мягким. Вот эти осьминожки маленькие готовятся. Ну, там около 7-10 минут. Ну, то есть, не больше. Потом вы поймете, закладываете сразу, что пару-тройку осьминогов у вас идет на пробу по текстуре. И учтите, что осьминог сильно сжимается, но зато становится вкусный и красивый. Красивый. Я сюда еще традиционно добавляю всегда лавровый листик один. Маленький, маленький, прималенький в процессе. И зубчик чеснока еще один я добавляю всегда позже. Потому что вот эта водица, в которой они варятся, которую они выделили, она, конечно, такая. Стирает все границы вкусов. Вот пару буквально вот этих вот штук. Если вы любите сахар, то можно добавить щепотку сахара. Буквально чуть-чуть. Опа. Соевый соус с сахаром. Баланс вкусовой создает. Три капли лимонного сока. Много не надо. Нам еще нужно на ризотто. Далеко от ковротки не отходите, а то не найдете потом осьминожек своих. Осьминожки. Нету их. Пропали. Смотрим, тут уже даже пробовать нечего. Меняем сковородочки. Пол столовой ложки прекрасного сыра отправляем вот сюда. Можно чуть больше, тут в зависимости от того. Ориентируйтесь всегда на что. Перемешали, попробовали. Понимаете? Есть сливочность? Супер. Мало? Добавьте еще сливочное масло. Кусочек. Наверное, граммов 20-15-20 граммов. Теперь главное что? Все перемешать. Картошка-то готова. Смотрите, видите, какая кремовая, аппетитная получается структура. Масло, конечно, вершит чудеса. Но и вкус сыра должен быть обязательно. А вот тут уже попадают несколько капель лимонного сока. Для того, чтобы кислотность повысить. Здесь у нас сливочность есть. Йодовый аромат от шафрана есть. Сырный вкус есть. Сливочное масло есть. А все остальное постное. Кислоты не хватает. Соль есть даже. Бомбино. Соль только чуть-чуть не хватает. Чисто сицилиану. Шафран, конечно, дает свою вот эту вот ризотто сицилиану получается. Значит, осьминожки нужно вот так вот сделать. Вот в этой жиже, конечно, в супе. Этот суп можно там превратить, выпарить в соус, еще во что-то. Но осьминожки сами по себе. Нужно, чтобы красиво смотрелись в блюде. Ресторанная же все-таки тема. Оливковое масло. Перчик просто сюда. Все, в оливковом масле их обваливаем. Все, и выкладываем в тарелочку. Вот, украшаем зеленым луком. В одном из роликов я как раз показывал, как делать завитушки из обычного зеленого лука, которые превращают самое простое домашнее блюдо в ресторанное. Все. Здесь осталось только что. Да ничего, наверное, больше не надо. Зелененький цвет есть, это и есть. Тарелочка красивая, красивая. Осьминожки великолепные, великолепные. Осталось только попробовать. О, осьминожки все равно остаются слегка такими подрезиноватыми. Но я их обожаю за это. Они стали гораздо мягче, чем были в самом начале. Они будут еще мягче, но тогда вам придется их жарить, и они у вас будут исчезать на тарелке, потом маленькие такие вот, они будут прятаться под зелеными завитушками. Я к чему все это? Не хочу накрушать красоту. Накрушать. Нарушать. Легкое аль денте. Ризотто и нежные осьминожки. Ну, мелкий он чуть мягче. Приятного аппетита. Готовьте осьминожек. Не забывайте. Вкус на первом месте. Вкусно должно быть. Пока. Редактор субтитров А.Семкин